Ну, в общем, всем привет. Меня зовут Александр. Я из петербургской команды ISHART. Я занимаюсь геймдизайном и программированием в нашей студии. Это вот Дарья Кружинская. Она занимается левел-дизайном, артом. Также она немного занимается программированием и анимацией. У нас дебютная игра Aviva. Это такой черно-белый платформер с необычной механикой и графикой. Ну, как необычной графикой, там все черно-белое. И сегодня мы хотели бы вам рассказать про то, как мы, такие вот ребята, которые не связаны никак с индустрией, никогда не делали игры, смогли буквально за полгода организовать студию, заниматься любимым делом, делать игру и заручиться поддержкой издательства. Это в лице Неки. И сегодня я вам расскажу, как мы, собственно, этого добились. Тут не будет конкретно каких-то инструкций, как это добиться. Скорее просто рассказ. И я надеюсь, как-то это будет вдохновлять кого-нибудь. Вот. Ну, давайте посмотрим ролик, собственно, о чем наша игра. Вот я надеюсь вам понравится. Ой. В общем, персонаж просто перекатывается с черного на белое, используя физические законы, ну, часто все гравитации. А на бляде, ну, часто все гравитации, ну, часто все гравитации, ну, часто все гравитации. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот такая вот простенькая игра. Всего два цвета. Началось все у нас в 2014 году. Я, будучи аспирантом на матмехе, занимался своей научной деятельностью, но как-то к ней особого вдохновления я не имел, поэтому я думал, о чем бы еще заняться. А вдохновляли меня всегда игры. То есть я играл с детства, обожал видеоигрушки, мне всегда это нравилось. Было много идей, но как-то никогда их не реализовывал. И в какой-то момент я решил, что хватит, довольно нужно что-то попробовать. И удачно попалось то, что был хакатон от Microsoft в Нейбре, и я решил туда пойти. Я тогда как бы в создании игр вообще ничего не знал. То есть я не знал даже Unity, решил просто приду, познакомлюсь с ребятами, побываю в атмосфере, и если ничего никак не получится найти команду, то хотя бы поизучаю за ночь Unity или что-нибудь там сделаю. Но было неожиданно, когда я познакомился с парнем, у которого был опыт в программировании, он был опыт в Unity, он говорит, слушай, прикольные тему втираешь, давай попробуем вместе что-нибудь сделать. Я говорю, о, клево, ну давай. И не успеваю я с ним договорить, как подбегает девочка, вот, собственно, Даша Кружинская, и говорит, блин, а ты делаешь игры? Я говорю, ну да. В общем, я тут графический дизайнер, я умею рисовать и все такое, еще и Unity знаю, в общем, все хорошо, давайте вместе все делать. В общем, вот так вот у меня получается в команде есть и программист, и художник, и я просто не будь дураком, давай сыпать идеями, придумай что-нибудь веселое, а главное, быстрое, потому что на Хакатоне нужно придумать именно прототип, и главное, рабочий. Мы решили не париться с графикой и сделали что-то непростое такое, и вот, собственно, черно-белое. Ну, собственно, тут мы научились думать быстро, за 30 минут родилась идея, и все оставшееся время мы потратили на разработку. Это было очень здорово, было здорово показывать игру, было здорово видеть, как люди смотрели на нее, они ничего не понимали, но им нравилось. Но самое классное было это, когда мы ждали решения и видели, как ребята просто подходили к нам и просили поиграть. Это было самое прикольное, самое приятное, вот этот фан, когда люди просто играют и им нравится, там у нас было все очень сложно, они не могли пройти там и нескольких, и одного уровня, но все равно было приятно. Вот. В итоге мы, собственно, выиграли этот конкурс, и мы такие, вау, ничего себе, ничего не делали, а тут бац, и получается мы что-то умеем делать. И окрыленные этим успехом решили участвовать дальше. Мы пошли на Games Jam, который был в Москве, он буквально был через месяц. Я писал организатору Олегу Чумакову, говорю, примите нас, пожалуйста, мы запоздали с регистрацией, но вот очень хотели бы доделать то, что мы не доделали до этого, хотели как-то закончить наш прототип. Ну, точнее, мы никогда не думали, что будем делать игру, прям игру какую-то большую. Мы хотели сделать что-то маленькое, готовое, такое простое, чтобы у нас была галочка, типа, а вот мы умеем делать игру, если где-нибудь тогда будем работать дальше. И, собственно, с этой целью мы и ехали в Москву и доделать наш проект. Еще очень главное было, мы хотели показать, что у нас есть музыка, что она очень красивая и классная, подходит к нашей атмосфере. На Хакатоне мы это не показали, потому что боялись, а вдруг мы нарушаем читую лицензию или авторские права. Мы долго думали, может быть, другую музыку, но нам так и нравилось, что мы решили, что будет, напишем, в общем, автору, спросим, типа, а можно мы используем вашу музыку в игре? И автор, оказывается, живет в Америке, он тоже инди-композитор, и он нам через несколько дней отвечает, типа, да, ребята, конечно, пожалуйста, используйте, очень спасибо, что вы обратились, и не забывайте, как бы, там, какую-нибудь ссылочку сбросить или еще что-нибудь. Ну, в общем, было все здорово, мы сделали то, что хотели, и в итоге на Games Jam набрали максимальное количество баллов и снова вот выиграли. Вот, собственно, вот этот телефон, у меня до сих пор, я его использую, это был подарок. И мы вот такие становимся просто уверены в нашем проекте, что ничего себе, людям нравится просто идея, и мы думаем, куда двигаться дальше. И как раз таки вот у нас происходит то, что мы можем подавать нашу игру на конкурс Imagine Cup от Microsoft. Собственно, что такое Imagine Cup? Imagine Cup — это студенческий международный конкурс от Microsoft, который направлен на то, чтобы развить интерес у молодежи к информационным технологиям. То есть им важно, чтобы вот ребята занимались программированием, изучением технологий и все такое. Там всего три направления. Это социальные проекты, когда нужно придумать что-то полезное, социальное, решающее какую-то глобальную проблему. Инновационные проекты — это сделать что-нибудь крутое, инновационное, что никто до этого не придумал. И категория игры, собственно, в которой мы и приняли участие. И поскольку мы тогда были как раз таки студентами, девочки заканчивали последний курс, я был в аспирантуре, мы решили долго не думать и попробовать принять участие. Но у нас началась проблема, что парень, который занимался программированием, он потихоньку потерял интерес и решил, так сказать, на нас позабить, заниматься другими проектами, которые у него были в то время. И вот так вот потихоньку он свился. Зато к нам присоединилась другая девочка, тоже Даша. Она у нас художница, она помогала нам нарисовать всякие вот эти красивости, необычности, параллельно отполировала презентацию, которую мы готовили. В итоге мы очень слаженно разделили обязанности, я углубился в кодинг, я начал изучать Unity, и вот буквально за несколько месяцев переписал полностью движок, чтобы не было потом никаких претензий. Даша мне помогала с программированием, она тоже очень много работала над этим, делала левел дизайн, делала арты, и в итоге мы вот таким вот составом пошли на Imagine Cup троем и смогли пройти региональный этап, смогли пройти, собственно, первый наш этап. Кстати, я забыл упоминать, что в этом конкурсе несколько этапов. Первый этап — это региональный, это вот по городу. Второй этап — это национальный, когда уже на уровне страны нужно предоставлять свой прототип. Дальше идет, как мы узнали, онлайновый отбор, кто поедет, собственно, в Америку, и финал Imagine Cup проходит в Сиэтле, в Америке, где вы соревнуетесь вот с остальными проектами. Вот. Ну и, собственно, после того, как мы победили в региональном этапе, мы попадаем на национальный этап. Это вот Москва. И каждый раз, когда мы смотрим на наши предыдущие презентации перед новым этапом, мы смотрим, что тут просто все ужасно. Не хватает этого, там игра лагает везде, все нужно дорабатывать. Ну и мы как бы тратим все свободное время, забиваем на учебу для того, чтобы отполировать свой проект, сделать его интересным, сделать его каким-нибудь более не черно-белым, но в итоге все-таки остались на одной этой идее. И несмотря на то, что мы много потратили время, это время не потратилось пустое. Мы показали нашу игру, судьи восприняли ее очень положительно, поблагодарили за то, что мы обратились к автору музыки, что мы не просто так взяли и скопировали чужую музыку, а то, что именно все сделали по правилам. Было особо приятно, когда у нас был первый шоукейс, и на этом шоукейсе в нашу игру поиграл Пажетнов, это вот создатель Тетриса, он играл с восторгом, говорит, блин, идея хорошая, но вот персонаж ваш какой-то странный, похож на задницу с хвостиком. Ну а мы говорим, типа, ну что, да, вот думали очень долго, как сделать прикольного персонажа, но вот в итоге решили остановиться на этой идее. В итоге после национального конкурса мы все-таки выиграли, ну мы его, в общем, выиграли, и мы такие думаем, что классно, мы теперь едем в Америку, да и на халяву еще, ну вообще зашибись. Но оказывается, не тут-то было. Во-первых, нам говорят, что нужно сделать видео в течение двух дней, которое будет на английском, и отправить его, собственно, на онлайновый отбор. И мы такие, окей, что ж, опять не спать, ну ладно. И стараемся сделать это 10-минутное видео, на которое мы тратим 10 часов. Ну в итоге мы это отсылаем, сгорем пополам с нашим ужасным русско-английским. И, в общем, думаем, ответ ждать целый месяц, что за это время делать. Мы решаемся поучаствовать в еще одном конкурсе. Это вот на тот момент попался Канобу. Канобу вместе с Game Jam они организовали конкурс, где призы были, где были разные призы, мы получили билеты на DevGam. Вот наш первый DevGam, где мы пошли на настоящий взрослый шоу-кейс и познакомились с многими индиками, которые вообще приятные люди. И здесь мы вот как раз-таки по наводке Олега Чумакова познакомились с Сергеем Бабаевым, представителем NECI. Он очень заинтересовался нашей игрой. Мы уже начали общаться по скайпу, договариваться. Но тут вот приходит нам ответ с Imagine Cup, говорит, что вы, ребята, оказывается, проходите конкурс и идете дальше. Мы такие, окей, просто не успеваем отдышаться одного, уже происходит что-то новое. И тут мы думаем, классно, поедем в Америку, наконец-таки заживем и отдохнем. Но оказывается, не тут-то было. За нас начинает крепко браться Microsoft и говорит, что вся наша презентация, что была до этого, полный отстой. Тут нужно оговориться, что конкурс Imagine Cup – это конкурс несколько предпринимательский. То есть это конкурс, где нужно не только показать игру и идею, но еще ее правильно продать. То есть нужно сказать, что есть бизнес-модель. Нужно рассказать про то, насколько эта идея нравится людям. Нужно, в общем, всячески доказать, что твоя игра лучше всех. А поскольку мы никакого не имеем в этом опыту, мы просто страдаем. Потому что у нас английский плохой. Нам говорят, нужно подкрепить английский. Хорошо, постараемся. Мы говорим, сделайте лучше презентацию. У вас презентация плохая, тут ничего интересного, нет вау-моментов и все прочее. В общем, Microsoft очень нам помогли, очень много внесли в нас, чтобы мы смогли нормально выступить. Параллельно мы общались с Brainy Studio. Это вот предыдущие победители Imagine Cup, которые давали нам советы. Они рассказывали, как вообще нужно себя показывать, как не бояться, какие нужно делать запасные варианты. В общем, им отдельная благодарность, потому что тогда мы были такие потеряны. И вот эти советы нам очень многое помогли сделать. Собственно, процесс подготовки у нас был очень тяжелый. И мы все время думали о том, чтобы сделать это все быстрее, лучше. Но все отягощало то, что мы параллельно заканчивали университет. Девочкам нужно было сдавать дипломную работу. Это было очень муторно все. И плюс еще мы решили выпендриться, не делать как все простые презентации, а сделать презентацию на Unity. В итоге мы делаем две игры, грубо говоря. Одну нашу игру-игру, а другую презентацию. Собственно, за это мы поплатились, что у нас постоянно не хватало времени. Каждый этап мы просто вот за 20 минут до презентации начинаем делать билд. И был такой случай, когда нас предстоит выступить перед десятитысячной публикой, а у нас крошится игра. И я в полном шоке сижу где-то там в гримерке, ковыряюсь в коде, печатаю там что-то. И тут звонят по телефону, говорят типа, о, а НТВ про нас узнал, и мы хотим срочное интервью. Мы говорим, мы не можем, у нас времени нет. Нет, 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 давайте, давайте по скайпу. В общем, девочки говорят по скайпу с журналистом, зовут меня, я отмахиваюсь, пытаюсь все починить. И они рассказывают, кто мы такие и все такое. Ну и как итог, собственно, после этого в новостях мы читаем, что российская женская команда Eskart поехала в Америку и, в общем, там представляют Россию. Самое приятное было, когда мы все-таки наконец показали нашу игру американским судьям и увидели, что мы готовились отвечать на вопросы, типа, в чем цель нашей игры, какая бизнес-составляющая, в чем интересность будет и прочее. Но в итоге оказалось, что это все не нужно. Ребятам понравилось именно то, что мы хотели передать, собственно, в игре визуально. То есть вот эта простота, вот эта вот плывучесть персонажа, что он как будто в потоке плавает, куда-то перемещается. Вот это вот дзен-ощущение, когда тебе ничего не мешает. И они это оценили. И мы тогда просто наконец-таки выдохнули, и было уже все равно, какой будет результат. Уже было важно то, что ребята, которые из большой индустрии, ребята, которые занимаются играми профессионально, они вот работают в больших компаниях, они это оценили. И это было, наверное, для нас очень приятным и главным. Ну, не знаю, как по закону сказки, что ли. В общем, мы выигрываем международный конкурс и получаем грант от Майкрософта на развитие нашего проекта. Мы в полном шоке, что такого не бывает, это какая-то магия. В общем, с таким вот ощущением возвращаемся в Санкт-Петербург, и тут как бы не успеваем опомниться, как нам пишет Неки и говорит, все, ребята, давайте срочно писать договор о сотрудничестве. Мы такие, блин, ладно, конечно, что тебе на третину, давайте договоримся. И вот так вот мы, собственно, обзавелись издателем Неки. И было приятно, когда они помогли нам выпуститься на печатной версии игромании. Просто, знаете, такой момент, ты вот в детстве читаешь этот журнал, ты восхищаешься, смотришь, какие там есть игры, а тут спустя несколько лет твоя игра уже в этом журнале. Хотя, конечно, сейчас ее мало кто покупает, по-моему, но все равно было приятно. Вот. Ну и сейчас мы, когда приехали в Питер, поняли, что игра перестала быть чем-то как просто прототип. Это стало именно игрой, которую нужно закончить, которую нужно сделать более профессионально, собственно, мы организовали нашу студию из Харт и поняли, что втроем мы не сможем никак это все закончить, нам нужны еще люди. Мы так нашли нашего нарративного дизайнера Иван Серый, который помог склеить повествование игры, кидал очень много идей, какие нужны режиссерские моменты сделать, какие сделать интересные головоломки и прочее. То есть много работали над этим. Плюс стоял острый вопрос о том, что нам нужен программист, и нам нужен хороший код. В общем, я долго искал, кого найти, и как-то раз на Хабре прочитал статью очень интересную про парня, который написал, типа, вот я решил бросить университет, чтобы заниматься любимым делом, заниматься играми. И я смотрю на его игру, вижу, что это черно-белая игра, которая только в 3D, и смотрю, что смешно, что это был изначальный концепт Aviva, это должно было быть в 3D, и будет интересно. Ну и, собственно говоря, мы списываемся, я пишу, говорю, чувак, у нас классные игры, у нас одинаковые философии, давай работать вместе. И так вот мы слово за слово с ним знакомимся, и я его уговариваю переехать из Украины в Санкт-Петербург, вместе где-нибудь заселиться и, в общем, делать эти две игры. Собственно, вот так вот мы и организовали нашу студию, и продолжаем сейчас вот работать над этими двумя проектами. Собственно, хотелось бы, наверное, рассказать еще, что мы не только делаем игры, мы устраиваем различные хакатоны, просто хакатоны такие домашние, когда приглашаем своих друзей делать игры, сделать чем-нибудь веселое. У нас куча каких-то мелких игр, которые абсолютно абсурдны, но это так весело, эта вот атмосфера хакатона, она, не знаю, для меня вот самая приятная, когда ты не просто отдыхаешь, а отдыхаешь еще и работаешь, и от этого ты отдыхаешь еще лучше. И, наверное, это приятно, потому что мы все-таки занимаемся делом своей мечты, и мы делаем то, что нам нравится, мы не устаем от этого, и это очень приятно. Хочется, наверное, посоветовать всем людям, которые, если и хотят делать игры, и хотят это по-настоящему, не откладывать в долгий ящик, а просто делать, просто стараться быть где угодно, кидаться во что угодно, в любой поток, в любое море. И, ну, собственно, наверное, об этом все, и я надеюсь, кому-то это вдохновит и будет интересно. Собственно, здесь вы можете попробовать нашу игру, по этой ссылке перейти в контакт, группу, там у нас есть демка, в которую можете поиграть бесплатно. Также вы можете поиграть его на стенде Microsoft. Мы там показываем не только нашу игру, но и игру от Brainy. Они тоже покажут, ну, это предыдущие победители, которые я упомянул. Вот. Ну, собственно, наверное, все, больше мне сказать нечего. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу.